Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Ипполит Ипполит, сын афинского царя Тесея и Ипполиты, царица Амазонок, согласно легенде принял обет безбрачия и посвятил себя служению богине девственности Артемиде. За это Афродита внушила его мачехе Федре страсть к своему спасанку, а когда Ипполит отверг ее притязание, обвинил его в посягательстве на ее честь. Тогда Тесей умоляет своего божественного родителя Посейдона помочь ему убить Ипполита. Посейдон посылает морское чудовище, которое пугает коней Ипполита, который возвращался из Афин в Тезен. И Ипполит разбивается насмерть. Эта полная драматизма легенда вызвала к жизни две величайшие трагедии Еврипида. Вторая из них не сохранилась. Это Федору Синеки и Федору Российна. Согласно римской версии легенды, рассказанная о видим в фастах и в метаморфозах, Ипполит был возвращен к жизни Артемида и Дианы и под именем Вирбия охранял ее священную рощу Вариции. На территорию священной рощи Артемиды не допускались лошади. Это было один из элементов культа. Упоминание о культе Ипполита находим в Павсане. Изображение Ипполита имеется среди образцов помпийской настейной живописи. А легенда вдохновляла Сенеку, Россина, Шиллера, Сунберна и Анунцио. Ну вот так вкратце о Ипполите, сыне афинского царя Тесея и Ипполиты, царице Амазона. Пока-пока, до свидания.